Большое интервью с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. В целом по республике чуть более 260 человек сдало ЕГЭ на 100 баллов. 9-летняя студентка МГУ. Феноменальный ум или нереализованные амбиции родителей. Когда-нибудь предъявили претензии родителям. За что это вы меня так наказали? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Надежда Дик. В Казанской ратуше объявили лауреатов Международной энергетической премии «Глобальная энергия». Участие приняли президент Татарстана Рустам Миниханов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. В Казанском федеральном университете состоялось интервью с ректором Ильшатом Гафуровым, посвященное началу нового учебного года. Какие темы были затронуты в нашем сюжете? В интервью с ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым речь шла в первую очередь о приемной кампании 2021. Заметим, что в этом году были внесены определенные поправки в регламент приемной кампании. Во-первых, увеличилось количество бюджетных мест и в целом количество желающих поступить в КФУ. Заполнили все бюджетные места, а их было более 7100. Это огромный прием. И должен сказать, что в Казани средний балл единого государственного экзамена, а именно по этому критерию обычно оценивают качество приемной кампании, по 80,2. Затем было сказано об открытии специального детского сада для детей с расстройством аутистического спектра. Мы вместе Казанского федерального университета, который начал свою работу в День знаний. Также речь шла о лицеях. Напомним, в состав университета входит IT-лицей и лицей имени Лобачевского. В этом году IT-лицей, опять-таки по результатам единого государственного экзамена, занял первое место, мы 12 человек, выпускников сдали на 100 баллов экзамен. А если говорить о приемной кампании, то 187 студентов мы приняли 100 бальников. И 5 человек, 200 бальников. В целом по республике чуть более 260 человек сдало ЕГЭ на 100 баллов. Далее было сказано об оплате труда сотрудников, то есть поднятии среднего уровня заработной платы по университету. Также речь шла о единовременных выплатах преподавателям. В частности, с 1 сентября у нас на 5% поднялась балловая зарплата ОВП и административного персонала, за исключением ректора. В сентябре будут осуществлены, наверное, часа 6-го, 7-го часа, осуществлены единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей каждому сотруднику, точнее каждому преподавателю нашего университета, который таковыми числится на 1 сентября текущего года. Также речь шла об открытии нового института дизайна и пространственных искусств. Отметим, в этом году на первый курс нового института по программе бакалавриата поступили более 220 человек. Далее ректор КФУ отметил, что сегодня весь мир готовится к энергетическому переходу на более зеленую водородную энергетику. Планируется открытие новых программ, лабораторий, центров в области водородной энергетики, в области искусственного интеллекта. В конце беседы ректор КФУ Ильшат Гафуров обратился с напутственными словами к студентам, сотрудникам, выпускникам и пожелал им успехов в новом учебном году. Елизавета Никитина, Универ Ньюс. В рамках фестиваля пространственных искусств КФУ прошел экскурсионный день. Студенты посетили 10 различных локаций в центре Казани, где их встречали преподаватели Института дизайна и пространственных искусств. Экскурсия началась с колокольни Богоявленской церкви на улице Баумана, а финальной точкой стала художественное училище. Студенты не только лучше узнали город, но и получили прикладные знания по дизайну среды. Цель нашего фестиваля – познакомить студентов с обликом города Казани, рассказать им о средовых точках, объектах культурного наследия и о элементах среды, которые расположены во всей Казани. Плюс это элемент знакомства. Мы знаем, что у нас очень много приезжих студентов, студентов-иностранцев, и мы хотим им показать наше Казань и рассказать о замечательных объектах, которые находятся в нашем городе. Новый учебный год стартовал не только для вчерашних 11-классников, но и для 9-летней Алисы Тепляковой. Девочка сумела сдать ЕГЭ и поступить на факультет психологии в МГУ. Что это – феноменальный ум или нереализованные амбиции родителей, рассказывает эксперт Казанского федерального университета. Появление самой юной российской студентки вызвало огромный ажиотаж и всевозможную критику. Ее отец Евгений Тепляков рассказывает, что Алиса никакой не вундеркинд, а самый что ни на есть обычный ребенок. Дело в воспитании. Девочка никогда не ходила в школу, но с ней всегда занимались родители. Такое заявление вызвало бурные обсуждения. Кто-то поддерживает инициативного отца, а вот ряд психологов выступает против. Понятно, что кроме предмета научного интеллекта, у ребенка еще есть так называемый социальный интеллект. Это его способность чувствовать других людей, чувствовать переживания, эмоции, знать других людей на основании этого, быть эффективным при общении в обществе. Так вот, ребенок этот, в 9 лет, если он будет учиться вместе с студентами, конечно, это вообще невозможно. Социальный интеллект его очень низкий. По мнению Рамиля Гарифулина, Алиса Теплякова поставила диагноз в школьной системе образования, поскольку смогла обойти ее путем зубрежки или, грубо говоря, дрессировки. Несмотря на то, что, по словам ее отца, обучение проходит исключительно в формате игры без жестких рамок, полученные знания нельзя назвать зрелыми. Мы, как педагогики, знаем, что есть так называемое знание, которое просто выражается словами, знаками, но есть еще знание на уровне убеждения, знание, которое проверяется в процессе способности решать практические задачи, которые человек применяет в жизни. И в конце концов, есть еще творческие способности. И я уверен, что вот с этим, наверное, проблема. История Алисы Тепляковой поставила диагноз не только системе образования, но и амбициозным родителям. По мнению Рамиля Гарифулина, таким воспитанием родители выражают комплекс неполноценности. Доцент кафедры педагогической психологии КФУ советует, если ребенок проявляет талант в учебе, его, конечно, нужно поощрять и периодически повышать планку. Но при этом необходимо соблюдать баланс между занятиями и социальной жизнью. Добиться такой гармонии очень просто. Ребенка надо любить и не использовать в решении своих психологических проблем. Родители должны объективно себя оценить, можно даже прийти к психологу и глубоко понять свое поведение в отношении своих детей. То есть это, по сути дела, проблема семейной психотерапии, когда поведение родителя анализируется для того, чтобы понять мотивы поведения при взаимодействии родителя с ребенком. И это бывает иногда больно, и родителю в этом надо помогать. Несоблюдение гармонии между учебой и социальной жизнью может спровоцировать у ребенка невроз, тревожность и когнитивный диссонанс. Как итог, проблемная личность, страдающая в зрелом возрасте и имеющая множество обид и претензий к родителям. Тем не менее, отец юной студентки отрицает это, хотя и сам имеет диплом психолога. Помимо Алисы, в семье есть еще шесть младших братьев и сестер, которые идут по ее же стопам. А вот какими личностями они станут, покажет лишь время. Диана Желенкова, Фарид Захитаглы, Универньюс. Казанский федеральный университет вновь стал главным партнером акции «Татарча диктант». О том, как проверить грамотность на татарском языке, смотрите далее. В этом году диктант можно будет написать в один из трех дней с 10 по 12 сентября. В первый день приглашаются жители Татарстана и Башкортостана. Во второй – желающие из других регионов России. А в заключительной – участники зарубежных стран. Студенты Казанского федерального университета приглашаются к участию. Диктант можно будет написать в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Аудитории 342 и 345. Начало в 11.00. «Татарстан пишет текст Гумара Баширова. Очень интересный текст. Здесь, в нашем институте, диктует, получается, диктант профессор Галиулина Гульшат Раисовна». Для участия предварительная регистрация не требуется. С собой следует взять ручку и маску. Для тех, у кого не будет возможности прийти очно, будет организована онлайн-трансляция на телеканалах ТНВ «Татарстан» и ТНВ «Планета» в 11.00 по московскому времени. Проверить свои знания можно будет прямо на сайте «Диктант.Татар». Ознакомиться с результатами участники смогут в течение месяца на сайте «Диктанта». Отметим, что в Казанском федеральном университете «Диктант» проходит уже в шестой раз. На этом все. В студии была Надежда Дик. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!